Не можешь себя реализовать как человек, то есть полноценный, он хочет это сделать. Не дают просто, не дают, не дают просто это сделать, правильно? Не дают просто. Просто как бы на данный момент... Как бы подумали, но я считаю так, что в первую очередь надо таких людей, наоборот, как-то помочь им, правильно? Поступился? Конечно, помочь. Сильный не тот, который никогда не падал, а который падал, он потом находил себе силы встать и пойти дальше. Ну, бывает ему тяжело, а те, которые, ну, может слабый дух или что, он не видит никакого другого выхода, как обратно выйти, взять молоток и выйти на большую дорогу. А зачем? Так, система, вона полностью, знаете, чому-то революция происходит, потому что все население полностью внизу до верху, всех достало просто уже. Терпеть не может. Так что, если, может, кто увидит? Ну, не знаю. Не просим материальной финансовой помощи, просто помощи хотя бы на законодательном уровне или на уровне местных советов. Потому что по трудовому закону Украины предприятия, на которых устраивается бывший осужденный, не имеют ему права отказать в работе только лишь на том условии, что он отдал наказание. Это строго, ну, законно. Все-таки это опереденное ставление таки до людей. А сейчас службы безпеки, они пробивают, вроде как бы личные данные не имеют права ни в кто, а сейчас факт в данных, они пробили, что человек сидел, все. Ему говорят, да нет, до свидания. Ну, заделка-то вроде говорит, да, я не против, что вы работали, да. Вот только вам надо прийти с юридизацией, но это награды вам удастся, потому что у нас осужденных не берут. И они не задают так. То есть я уже по всем самым обысловав. Бывший, не на двумя, но помните, мы шел вместо людей. Так что я думаю, что... Да, ну, может быть, да, там, может быть, как-то подумают о них. Лучик света оденешь. Промелькнешь. Сподеваемся. Да, да. Дякуемо. Вот такие появляются у нас интервью. Уже резный мультикай. Мы тут мерзнем, а мы тут мерзнем. Мы тут мерзнем, а мы тут мерзнем. Мы тут мерзнем. Вот такие вот дела. Так что не сидите дома, приходьте. Ну, делайте репосты на свои страницы в социальных сетях. Чтобы больше каких-то людей увидели. Потому что я буду стоять каждый день. Да, Дима, пожалуйста. Буду сейчас. Я буду все это каждый день. Буду трансливать. Буду спілкуватися с людьми. Показывать. Тих людей, которые сюда приходят. Чтобы люди видели. Чтобы какие-то людей просто проходят полосы. И даже сложнее подойти и поговорить с этими людьми. А тут нет барьеров. Так что, кто-то приносит Wi-Fi, пожалуйста. Приносите або раздавайте Wi-Fi, чтобы я мог ходить и снимать там, прямо в середине. Там, где есть люди. Это было бы очень дороже. Это было бы очень дороже. Такие дела, короче. Такие дела, короче. Такие. Такие дела, короче. Украинские усилияки сказали, что мы бандерицы. Я вернусь к одной женщине, пані. Вона сказала, яка я пані, я не бандерка. То есть это не понимание. Людина разговаривала украинскую мову. Но она не узнала, например, такое слово, как пані. Я не понимаю этого. Это очень хорошо. Потому что, если перекладываться на российское, то это будет госпожа. Кто сейчас сгибается, так. Не знаю. Но украинскую мову, конечно, я не понимаю. Я бы сказал, что это целиком польское слово. Потому что и польская мова на украинскую впливала, и украинская мова впливала на польскую. Потому что это украино-польское слово. Тем более бандерицы, это просто уже выносит мозг. Это какое-то пекло в мозг у людей. И просто не понимали. Бандерицы, фашисти. То есть, если ты вышел с украинским стягом, ты спеваешь им в Украину, то ты нацист. Как это можно понимать? Я не могу это понять. Потому что сказали, что тут такие вихоки не понимали. Вы что брешете? Что вы тут делаете? Хочете сделать, как в Киеве? Что вы брукевку уже разбиваете? Будете кидаться? То есть, какие-то очень радикальные люди, на самом деле. Потому что люди спокойно пришли. Разговаривают между собой. Чекают отставки токаря. Чекают отставки партии Региону. Про сформирование полностью этой партии в Никополе. Вот. Привет. Снова пришла молодь. Для лица, чтобы накrustачать кабинет токаря. Что занимаем? Прошу. Докумки партии, стиди будет. Зна chap, дай стойку...